Всем привет! Это новый выпуск с ремонтами для начинающих ремонтеров. Сегодня будем восстанавливать парочку планшетов, Sony с нерабочим тачскрином и Samsung, он не включается. Ну и напоследок отремонтируем телевизор LG. Он не работает после ремонта в сервисе. Раньше я считал, что в сервисах ремонтируют технику, но этот случай убедил меня в обратном. Начнем ремонт из планшетов и приступим сразу после нескольких слов от спонсора сегодняшнего выпуска. Предлагаю ознакомиться с очень познавательным каналом для любителей IT и электроники. Канал AntContact. Автор делает очень интересные вещи и уникальный контент. Например, часто превращает устаревшие и непроизводительные ноутбуки в мощные, используя нестандартный подход. Думаю, это именно то, что вам нравится. Много видео по ремонту техники. Каждая из них уникальна и со своей изюминкой. За кулисье одного из лучших сервисных центров. В работе используются отличные оборудования и собственные наработки. Борьба с производителем идет полным ходом. Сам слежу за этим каналом и вам советую. Ссылка на AntContact в описании. Начнем с планшета Sony. Его прислал один из подписчиков, со слов которого у устройства не работает тачскрин. Тач меняли, но это не помогло. Из моей практики, это типовая проблема для данной модели планшета. Причина дефекта в поврежденном шлейфе тачскрина. Видно, что в этом месте он лопнул. И знаете, что самое смешное? Тачскрин новый. А вот это еще один новый тач. Его уже заказывал я сам. Шлейф тоже лопнутый. Не знаю, с чем это связано, но именно с данной моделью планшета очень часто такие проблемы. Новые тачи приходят с лопнутыми шлейфами. Не остается выбора, кроме как перебирать продавцов в надежде, что следующий тач будет с целым шлейфом. Радует то, что на Алиэкспресс по спору можно возвращать деньги за бракованный товар. Мне повезло, если можно так выразиться. Всего со второго раза пришел рабочий тач. Внимательно осмотрел его шлейф со всех сторон. Трещин нет. Подключил его к планшету для проверки. На касание реагирует. Можно его вклеивать. Процесс установки тачскринов, думаю, что ни для кого уже не является секретом. Поэтому особо объяснять не буду. Если коротко, то подготавливаем посадочное место, очищаем грязь и пыль с матрицы, наносим клей что-нибудь типа B7000, далее прикладываем тач и фиксируем на пару часов. После того, как стекло приклеено и проверено, можно собирать планшет. Кстати, задняя крышка на этой модели тоже приклеивается на клей. Так же, как и тач. После сборки еще раз все проверяю и отправляю технику подписчику. Следующий ремонт. Планшет Samsung. Тоже типовой случай. Аппарат не включается. Никак не реагирует на кнопку включения. От зарядного устройства с заведомо исправным кабелем не заряжается. На батарее напряжение очень низкое. Всего 2,8 вольта. Подзаряжаю от лабораторного источника напрямую. В самых простых случаях после этого устройство может начать заряжаться от штатной зарядки. Но это не наш вариант. Тока потребления от зарядного по-прежнему нет. Решил проверить разъем зарядки. С виду он в нормальном состоянии. На всякий случай пропаял его выводы. Но это не помогло. Кстати, такой разъем без микроскопа и паяльника с очень тонким жалом лучше даже не пытаться паять. Сделайте только хуже. 100% слипнутся вот эти 3 крайних вывода. Хорошо, что разъем здесь располагается на отдельном шлейфе. И все это в сборе можно купить за сущие копейки. Так как под рукой оказались подходящие новые разъемы, решил его заменить. Потому что именно с этими разъемами на моем опыте бывают непонятные приколы с зарядкой. Дефект поначалу был уж очень похож на что-то простое. Типа неисправного разъема. Но нет. Замена не решила проблему. Следующий потенциальный виновник у нас по списку это чарджер. Он же контроллер зарядки. С ними проблемы появляются реже, чем с разъемами. Но все же бывает, что выходят из строя. Заменил микросхему на новую. Несколько раз. И наверное вы уже догадались, каков был результат. Кстати, я сразу не обратил внимание, что планшет даже заряженной батареи не дает никаких реакций на зарядное. Да и на кнопку включения тоже. Обычно, когда есть проблемы с контроллером зарядки, то при подключении кабеля на экран выводится значок зарядки. У этого же ноль эмоций. Решил дальше не разбираться, в чем проблема. В памяти ли? В процессоре? Просто заменил главную плату на новую. Стоит она около 1500 рублей. Как вы понимаете, жизнь слишком коротка, чтобы ковыряться с БГ-микросхемами под комбаундом на столь дешевой плате. Собственно, поэтому ремонт можно отнести к простым. Если планшет не включается и не заряжается, а батарея при этом рабочая, то просто меняйте плату, если стоит она 1500. Переходим к следующему ремонту. Принесли телевизор LG. Заявленный дефект, пропадает подсветка. И важный, я бы даже сказал интимный момент. Если потрогать у телевизора сзади, то подсветка появляется. Это со слов владельца. Очень интересно. При проверке телевизор изображение не выдал. Начал осмотр с блока питания. Он здесь внешний. Проверил, нагрузку держит. Дело в чем-то другом. Разобрал корпус и нашел тут две маленькие платы. Это контроллер матрицы и главная плата. Тут же источник питания подсветки. Телевизор, как сказал владелец, уже был в ремонте. Об этом же нам говорит данный проводочек. Затрудняюсь сейчас ответить, что он здесь делает. Также обратил внимание на эту паянную микросхему. Очевидно, что это драйвер подсветки. Заметил, что выводы у микросхемы припаяны некачественно. Некоторые просто висят в воздухе. Не пропаяны. По этой причине работает такой фокус. Нажимаешь на микросхему и подсветка появляется. А кто-то говорил, что магия вне Хогвартса запрещена. В общем, думаю, суть уже понятна. Микросхему нужно пропаять. Наножу флюс и прохожусь по всем выводам паяльником. Теперь по поводу непонятного проводка. Он подтягивал на микросхему напряжение 3,3 вольта. Без этого проводка подсветка не запускается. Раз с проводком все работает, решил оставить его как есть. Только припаял его в более удобное место, к стабилизатору. После сборки тестировал телевизор в течение нескольких суток. Никаких других проблем с ним за это время не проявилось. Это был последний на сегодня ремонт, дорогие друзья. И пришло время прощаться. Помните, что ремонтер это не личность, это образ жизни. И поэтому ремонты на канале не закончатся. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...